Здесь и неожиданные повороты судьбы, и сложности, и успехи. Обо всем этом своей новой книге написал кировский священник, писатель Александр Балыбердин. Произведение, которое завершает трилогию «Буковый лес», он посвятил своим двум дочерям Анастасии и Александре. Работал над его созданием целый год, еще год редактировал. Анна Стефаненкова пообщалась с автором и узнала еще больше подробностей. Искал вдохновение на улицах Кирова, многих уголках страны и мира. Атаквятский священник, писатель Александр Балыбердин создавал свое произведение «Роман сквозь буковый лес». Книга рождалась не только в Кирове, но и в Москве, Анапе, Франции в течение целого года. Еще год автор ее редактировал. Теперь в его руках сам плод творчества. Вести страниц – 48 тысяч слов. Эта книга о том, что вокруг нас есть люди, для которых человек не важен. Для них важны буквы, инструкции, правила, цифры. И эти люди создают свое общество. Общество, в котором человек не нужен. А есть другие люди, которые хотят любить, которые хотят чувствовать глубоко, жить полной жизнью, дышать полной грудью. Про самых разных людей рассказывает автор. О самой действии «Романа» происходит в будущем и не только на Вятке, но и в Италии, и во Франции. По миру путешествует главный герой – француз Поль Марш. Почему Поль? Поль – это Павел, Пашка по-русски. А марш – это французское слово. Оно означает вперед. Вперед, движение, ходьба. Вот когда мы говорим шагом марш, мы говорим шагом вперед. Почему такое имя? Мне интересен был человек в начале пути, примерно вашего возраста, который только что закончил колледж или университет и начинает свою жизнь. Жизнь вот в этом непростом, надо сказать, мире. И это не единственная книга Александра Балебердина, рассказывающая о жизни в современном обществе. Произведение сквозь буквы «Лес» завершает целую трилогию. Сейчас творчеством автора некоторые кировские читатели уже знакомы. О новой книге узнали пока из уст писателя. На презентации в библиотеке Грина. Каждая страница книги заслуживает внимательного прочтения. Я ее читаю с карандашиком, выделяю отдельные слова. В принципе, я всегда так читала серьезные глубокие книги. И здесь я тоже на полях ставлю для себя отметки. Где-то знак вопроса, над чем задуматься. Где-то плюс, что это дает прирост моей душе. Сейчас у Александра Балебердина есть идея по созданию новой четвертой книги. Но о чем она будет написана, пока секрет автора. Анна Стефаненкова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.